Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что муж Атра Эльвиры, значит, к ней охладел. Она приводит какие-то аргументы по поводу того, почему он мог охладеть. Но, в общем-то, она и перечисляет то, что она делает, чтобы восстановить отношения. Как мне кажется, для охлаждения нет какой-то такой вот конкретной причины. Ну, в смысле того, что, допустим, изменение внешнего вида, например, снижение количества тем, на которых вы можете поговорить и так далее. Например, наличие проблем, например, в интимной сфере. Каждая из этих проблем не является причиной для охлаждения. Потому что, ну, в принципе, если возникают где-то проблемы, да, то, ну, там, по разным причинам, то, в общем-то, та энергия, которая не может реализоваться в этой сфере, она просто перетекает в другую сферу и реализовывается там. Вот, поэтому нет, дело не в том, что вы, там, изменились внешне или дело не в том, что у вас нет тем общих для, значит, общения, да, вот как вы их ищите, пытаетесь их найти и прочее. Ну, я думаю, что это все довольно поверхностная история. Гораздо важнее то, как вы в целом ведете себя по жизни. Вы говорили о том, что вы, там, условно, там, забили на себя, да, какое-то время назад, вот, перестали за собой следить и так далее. Вот. Я думаю, что это не случайно. И ключевая проблема здесь заключается в том, что вы, как будто бы, вот, занимаясь собой, да, и пытаясь как-то расширять свой кругозор, вот, в частности, там, ну, пытаясь общаться с мужем, да, на какие-то темы и прочее, вот, все это вы, как будто бы, делаете для него, понимаете? Нет ощущения, что вы все это делаете для себя. Бродоксия заключается в том, что, когда человек делает как раз-таки что-то для другого, да, вот, при этом преподносит это все так, как будто бы он это делает, ну, для себя, да, то есть, вот вы, например, например, допустим, допустим, занимаетесь, к примеру, ну, вот, с собой, да, там, своим внешним бизнесом, вот, и вы, значит, преподносите это мужу так, как будто бы вы это делаете для себя, но на самом деле вы это делаете для него, то есть, вы хотите, чтобы он вас отвинил, да, вы хотите, чтобы он... вновь, значит, к вам испытывал симпатию, да, перестал быть, перестал быть холодным и так далее, вот. Вот, на мой взгляд, это и есть ключевая проблема, по которой ваш муж к вам охладел, что вы в один прекрасный момент оказались полностью повернуты к нему, вот, полностью повернуты на него, вот, и в общем и целом на вас, ну, в этом смысле, в смысле, стало сложно, сложно смотреть, стало сложно воспринимать вас, как, вот, знаете, отдельную личность, да, стало сложно это делать, и вот, как мне кажется, что в этом, собственно, и заключается основная беда, основная проблема, что то, что вы делаете, да, вот, вы, по сути, делаете только ради своего мужа. Ну, так, по крайней мере, мне показалось, из вашего сообщения, практически, опять же, как мне показалось, практически не осталось того, что вы, вот, делали бы для себя, вот. По крайней мере, исходя из вашего, значит, сообщения, да, вот, такое впечатление складывается. И, соответственно, никто не скажет наверняка, кризис ли это трех лет, или ваш муж разлюбил вас, или действительно, вот, у него, ну, вот, с вашим изменением, да, внешности произошло охлаждение. Я не думаю, что кто-то скажет наверняка, я не думаю, что ваш муж может знать это. Но я думаю, что если охлаждение поспособствовало то, что у вас изменился внешний вид, значит, ваше общение, ваше взаимодействие было недостаточно глубоким. Недостаточно оно было разносторонним и недостаточно вовлечен. Вовлечены в этот процесс были вы оба. Потому что, если человек внешне нравится, то, в принципе, не нужно каких-то усилий, да, и не нужно какого-то осознавания для того, чтобы с ним взаимодействовать. Потому что он красивый, он тебе нравится, он тебя возбуждает, все хорошо. Но в жизни это так не бывает. В жизни происходит так, что люди со временем меняются. Кто-то меняется сильнее, кто-то меняется слабее, но это происходит. И, в общем-то, эти изменения, если они имплементированы в личность и в личностный контакт друг с другом, то эти изменения не становятся чем-то фотофакальным для взаимодействия. Но если этого личностного общения нет, если личного взаимодействия нет, то да, это становится фотофакальным. По большому счету точки соприкосновения двух людей исчезают. Поэтому, на мой взгляд, ваша задача заключается не в том, чтобы вымаливать и выбрасывать у мужа внимание. А ваша задача заключается в том, чтобы заинтересоваться своей жизнью. И чтобы воплощать в жизнь, реализовывать то, что вам интересно, то, что вам нравится. Ваша собственная самореализация, как ничто другое, поспособствует тому, что муж ваш получит возможность проявить себя. То есть, либо у него проявятся эти чувства, которые вот как-то оказались подавлены, да, вот. Либо, соответственно, вы придете к тому, что вам дальше не по пути. И в этом смысле психолог может помочь вам это прожить, если, ну, прожить расставание. Сейчас это выглядит так, что вы максимально отзеркаливаете своему мужу его самого своими действиями. Не оставляя для себя ничего самобытного, своего собственного, аутентичного. Понимаете? А отношение к человеку складывается именно из этого, а не из того, как он относится к кому-то. Не из того, что он делает для кого-то. Это важно, но это не является первичным. Потому что все-таки все люди, да, знакомы с друг другом, они все-таки смотрят на то, что делает другой человек. И ведь друг для друга люди начинают что-то делать несколько позднее, гораздо позднее. Между тем, когда люди знакомятся друг с другом и видят, кто как идет по жизни и что делает, и куда он идет. И тем, когда люди начинают друг для друга что-то делать, проходит, ну, достаточное количество времени. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в то же это время и есть. На мой взгляд, пожалуй, не совсем здоровая история, как правило, является то, когда люди сразу практически начинают что-то друг для друга делать. А если это происходит, то в норме это происходит, потому что человек, в принципе, готов что-то для кого-то делать. Он не выделяет еще человека вот, ну, в своей как-то, как бы иерархии, да. Вот, а поэтому я думаю, что вам нужно в этом направлении двигаться и как-то реанимировать свои интересы, свои увлечения, хобби и так далее, для того, чтобы муж смог сформировать свое отношение к вам. Вот, и я могу вас заверить, что на это не оказывает влияние ни ваш внешний вид, ни количество тем, которые вы можете поднять с мужем и так далее. На самом деле, вот, если как-то конкретизировать и финализировать то, что я сказал, то вам нужно знакомить мужа с своим интересом к жизни. Но знакомить его желательно задним числом. То есть, не ставить этого главу угла. Не представлять это так, что вот я сейчас увлекусь, например, флористикой. Вот, я сейчас увлекусь флористикой, буду ею заниматься, а потом покажу тебе, какая я классная во флористике. Вот, желательно, чтобы таких ловушек не было. Желательно, чтобы вы просто увлеклись флористикой, чтобы она стала важной, ну, важной частью вашей жизни. Вот, и чтобы муж, как следствие, увидел вас в этом и, вот, собственно, выработал какое-то отношение к вам. Хорошее это будет, да, это будет отношение для, ну, возможно, для выстраивания отношений, для вывода их на новый уровень. Или не очень хорошее, когда отношения, в принципе, будут закончены. Это очень детально. Вам необходимо сделать выводы из, вот, как раз из тех результатов, которые вы получили. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи! Проверяйте. Проверяйте. Продолжение следует...